Женьмин Жабаэ, Китай, администрация Сар Синган всеми силами постарается остановить насилие, обуздать хаос и гарантировать работникам кусок хлеба, Линь Чжэни Уээ. Женьмин Жабаэ, Китай, 23 сентября 2019 года. Синган, 22 сентября слеж Синьхуа слеж, глава администрации Сар Синган Линь Чжэни Уээ сегодня во время банкета, устроенного Федерацией профсоюзов Сингана по случаю празднование 70-летия образования КНР, заявила, что продолжающееся насилие оказывает огромное влияние на работу и жизнь подрабатывающих молодых людей. Администрация Сар Синган непременно сделает все возможное для того, чтобы остановить насилие, обуздать хаос, обеспечить общественный порядок и гарантировать работникам заработок. Линь Чжэни Уэ отметила, что по мере стремительного развития государства, Синган в рамках режима «Одна страна, две системы» раскрывает свое особое преимущество, выражающиеся в опоре на родину и ориентации на мировое сообщество, продолжает сохранять стабильность и процветание и непрерывно движется вперед. Она указала, что вклад Федерации профсоюзов Сингана и рабочих в развитие Сингана неоспорим. На протяжении многих лет Федерация профсоюзов Сингана твердо придерживается главной идеи о любви к родине, любви к Сингану, операция на интересы низовых организаций трудящихся и всего Сингана, активно защищает интересы трудящихся и стремится к благополучию рабочих. Со времени возвращения Сингана в лоно родины Федерация профсоюзов Сингана постоянно выступает надежным партнером администрации Сар Синган, поддерживает ее в проведении эффективного управления, а также играет позитивную и ключевую роль в содействии и социальному развитию. Линч Жен Юэ также указала, что администрация Сар Синган заботится об интересах подрабатывающих молодых людей, уже на законодательном уровне увеличила отпуск по беременности и родам, улучшила социальные пакеты трудовые права и интересы сотрудников нетехнического профиля, работающих по сервисным контрактам администрации, а также повысила законодательно установленный минимальный размер оплаты труда. Она подчеркнула, что администрация продолжит вести подготовительную работу по увеличению законодательно установленного отпуска по беременности. Она, отметила, что администрация будет продолжать прислушиваться к мнению Федерации профсоюзов и трудящихся, добавив, что недавно присутствовала на организованной Федерации профсоюзов Сингана консультативном совещании, где рассматривался отчет о реализации административно-политических мероприятий в 2019 году и состоялась дискуссия с более чем 200 работниками по вопросам, затрагивающим их трудовые права и интересы. Глава администрации также заметила, что Синган столкнулся с огромными вызовами за прошедший период времени. Продолжающееся насилие оказывает огромное влияние на работу и жизнь подрабатывающих молодых людей. Администрация Сарсинган непременно сделает все возможное для того, чтобы остановить насилие, обуздать хаос, обеспечить общественный порядок и гарантировать работникам кусок хлеба. Линч Жэнь Юэ выразила уверенность, что только сплотившись воедино и неуклонно устремившись вперед, с помощью всемирной поддержки центрального правительства Китая Синган обязательно обретет еще более прекрасное будущее. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...